Лазаревский район, мост через реку Шахэ. Именно здесь представители адыгской общины встречали гостей – член Общественной палаты Российской Федерации Константина Затулина и заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальности Андрея Меженько. На одной из предыдущих встреч местные жители попросили Затулина привлечь внимание федеральных властей к решению давних проблем шапсукского населения, главной из которых – ограничения в землепользовании. И вот долгожданный визит. После знакомства с историческими достопримечательностями в ауле Шхафит, гости побывали в штаб-квартире общественного движения ДГХС и редакции газеты «Шапсуги». Здесь бережно хранят традиции этого малочисленного коренного народа, не упускают из виду и проблемы, с которыми он сегодня сталкивается – свой быт, своя культура и язык. Иностревшая необходимость сохранить свою исконную среду обитания. «Без согласования с местным населением, без согласования с нами, в промышленных масштабах начинают использоваться природные ресурсы, что наносит ущерб природной среде, исконной среде обитания, экологической среде. Люди возмущались тем, что ведется добыча гравия в промышленных масштабах, это ведет к серьезным последствиям, экологическим. А нашего участия здесь никакого нет». Разрабатывают карьеры, рубят лес, а местным жителям остается только молча наблюдать за происходящим. Дело в том, что аулы, в которых сегодня живут шапсуги, не вошли в перечень мест традиционного проживания коренных малочисленных народов. А значит, в правовом смысле они беззащитны. Собственно, чтобы наделить эту этническую группу законными правами, и приехал по просьбе директора Института стран СНГ Константин Азатулина, представитель Федерального агентства по делам национальностей. «Поездка была очень продуктивная. Мы посетили и школу, где изучается адыгский язык, и посмотрели инфраструктуру населенных пунктов. И теперь у нас с активом общественных организаций налажено плотное взаимодействие. Вместе будем с ними думать, как сделать нашу жизнь лучше». В помощь местным жителям и программа поддержки малочисленных коренных народов. Ее на данный момент разрабатывает это федеральное агентство. А вот как раз представитель коренного малочисленного народа Шапсук Айса Ачмизов. Он основатель этнотуризма в Сочи. За чашкой чая знакомит гостей с историей своей семьи и народов Черноморского побережья Кавказа. Через дорогу от его дома образцово-показательная чайная плантация. Он обрабатывает ее за свой счет. Это, пожалуй, одна из немногих территорий бывшего совхоза, которая используется эффективно и по назначению. «Метод отдать часть их земли в субаренду не проходит, потому что есть ограничения по срокам субаренды. И люди как бы не готовы на 11 месяцев брать землю, которая принесет плоды и доход только через несколько лет. Поэтому здесь необходимо вносить изменения. Но прежде всего, хочу сказать, надо у неэффективного собственника отобрать ту землю, которую он не использует». Но это вопрос не одного дня, конечно. Побывав в аулах Калеш и Хаджико, Большой Кичмай, делегация отправляется в Тхагавш, перенесший в начале июня удар стихии. Сегодня жизни этого населенного пункта возвращается в привычное русло. Работы по ликвидации последствий наводнения практически завершены. Накануне жители устроили праздник для тех, кто помог им в трудные минуты. «Города, независимо, грек, армянин, русский. Вложили физический труд, в резиновых сапогах разбирали, разгребали эту грязь». «Я видел, что здесь происходило. И трудно себе представить было тогда, что вот в таком виде это будет сегодня. Вы совершенно правы». Между тем, есть еще над чем поработать. К примеру, отремонтировать здание администрации, которая первой приняла удар стихии, не пощадила большая вода и детскую площадку. Впрочем, некоторые вопросы, которые также курировал Константин Затулин, уже решены. Так, в том же Большом Кичмай накануне возобновились поездки к 33 водопадам. Было найдено компромиссное решение между перевозчиками, для которых работа на туристическом маршруте – основной сезон и заработок, и правоохранительными органами, отвечающими за безопасность перевозок. Продолжение следует... Продолжение следует...